Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс, мы с вами продолжаем играть Скайрим. Ну и в прошлой серии мы закончили на том, что нашли какую-то пещерку, заглянул в нее, она вся населена фаумерами. Сейчас продвигаемся вглубь и смотрим, что здесь вообще такое происходит. Откуда эти фаумеры, что они здесь делают, ну и вообще откуда эти корни идут. Может быть у них там внизу какой-то двимерский город целый, подпольный, кто его знает. Всякое может быть. У меня были, знаете, мыслишки, что может быть здесь осколок Этерия есть, но я думаю, если бы это было так, вы уже в комментариях написали, но таких слов не было, поэтому я уверен, что здесь ничего не пропущу в этом плане. Смотрите, целая банда сидит, какого-то огромного и кого-то расчленяет. По-моему, вот эти самые охотники, чей журнал мы дневник, точнее, читали в самом начале, при входе сюда. Ох, не увидел меня, смотрите, в упор, да? Несмотря на то, что я не в соловьиной броне, а в своей. Очень хорошо работает. Так, садинска пытался, второго надо добивать тоже. Я ему в щит стреляю, А он вздыхает. Сумеречный страж, это, наверное, у них тут самый главный. У них есть охотник, я знаю, есть страж, есть еще какие-то там. Ага, вот один из охотников, да, точно, их тут уже разделывают по полной. Так, отмычечка. Не дожили они до своей старости, до смерти. Фаунерский стрел очень не пропустил, это же лучник. Так, ну если мне сюда, тогда там, что сзади? Там тоже был проход какое-то, пространство, я пропустил его. Я думал, что здесь, наоборот, тупиковая позиция. Что я здесь зайду, просто что-то увижу и все. А тут мне тут-то было, смотрите-ка. Я там ничего не пропустил? Ключ какой-то? Ключ шамана, ничего себе. Вот это надо взять. Интересно, от чего он может быть от сундука какого-то? Так, где-то здесь был какой-то проход, я точно видел, в который я не ходил. Либо там, либо слева. Ну-ка. Так, ну не в том месте я был. А, ну то есть понятно, здесь круговая. То есть я вот так вот пришел, да, и увидел еще один проход. И такой думаю, ага, там я не был, ну пойду-ка сюда. В общем-то ничего не теряем. Это хоть с той стороны иди, хоть с обратной. Единственное, что я сейчас ход потерял. Нет, да, по-моему вот сюда. Ну ладно, отлично, пойдемте искать, куда можно применить этот ключ. Возможно, есть какой-то сундук закрытый, либо какая-то дверь будет. Дверь была бы интереснее. Сундук, ну что? Поживиться там обычно нечем у них. Фаумеров у них одни алхимические ингредиенты в основном. А нет, те еще алхимики любят яды варить. Что-то здесь есть. Ага, кладка. Давайте заглянем. Что там, яйца? Фу. Это отвратительно. Так, здесь что вы храните? Рыбку какую-то. Убийца, рыба-убийца. Ее разделали. Чешуя одна осталась. Ладно, можно идти дальше. Не знаю, что за ключ пока что. Применение пока ему не наклевывается. Ого, какое небо здесь. Точнее, даже не небо, а потолок. И здесь вновь, смотрите, уже начинаются двемерские постройки. Опять мы вернулись. Да, точно, какой-то подземный двемерский город. Прямо передо мной выпрыгнул. Сквозь него стрела. Опять этот баг. Сблизи вообще нельзя стрелять в них. Сблизи, когда стреляешь, они всегда летят мимо. Я заметил это. Он меня заметил в последний момент. Благо я его убил. Они вечно со спины любят нападать. Посмотрите, я прошел, да? Шумиха какая-то началась. Он прямо сзади меня выпрыгнул. Где-то из какой-то шахты очередной, наверное. Из норы. Они по ним здесь перемещаются. Так-с. Может быть здесь ключик применится. Нет, тут все открытое. Ух ты, стеклянная броня настоящего дворянина. Не, ну так-то красивая броня, ничего не скажешь. Она, конечно, пестрая, вот эти вот яркие цвета. Если бы вот эту зелень заменить на черный цвет обычного, да? Черного металла такого вообще была бы очень красивая, мощная такая, страшноватая. Даже, я бы сказал, броня вполне себе. Вот этот цвет какой-то бирюзовый. Как-то не вписывается, что ли, не знаю, не очень. Ну, как по мне. На вкус и цвет, как говорится. Может быть, кому-то наоборот. Вот, именно за счет этого цвета она кажется такой прям очень-очень. Так, ну и что дальше? А, наверное, сюда. Все глубже и глубже. Пещера Тольвада. Пустота. Тольвальд какой-то. Наверное, первооткрыватель. Так-с. Водички глотну. С вашего позволения. Ого, пещерка. И музыка сразу же сменилась, как бы нам показывают, что... Какой здесь, насколько большой масштаб. Что ж, она удосуживается собственной мелодией. Дабы навить атмосферу этой пещеры. Есть. Слушай, ты что, не умер, что ли? Трехкратный урон, критическое попадание и еще живой. Сумеречный страж. Они самые мощные. Еще и заметили. Вот это хуже все. А, заметил сблизи. Понятно. Я думал, кто ж меня мог заметить здесь? Кто-то откуда пришла здесь? С гордозой будешь меня. По-моему, кто-то бежит сюда. Тоже знает, что я здесь. Хорошо у него сработал. Точно идет. Он знает, что я здесь. Нет, не знает. Это радует. Этот-то сдох уже, надеюсь. Он поднимает его из мертвых. Я думал, что он в прошлый раз взял? Я в темноту иду. Ты меня не видишь? Ты меня видишь? Вот это плохо. Вообще с ними нельзя вблизи сражаться. Они очень сложные. Фаумеры это не шуточки. Это не какие-нибудь там бандиты. Это похлеще. Ха-ха, он улетел, по-моему. Интересно, он разобьется, нет? Я думаю, что там так много врагов на карте отображалось. Это все крысы, скорее всего, бегали сплошные. Опять сблизи не могу его... Ох, баг этот. Сблизи не почему-то стрелы перестали лететь. Но как-то раньше же нормально я их бил прям. Да, в принципе, вот с медведями мы сражались тоже на днях со всем. Но очень часто такое бывает. Подходишь добивать, сидит такой уже все при смерти. Думаю, сейчас добьешь. В голову красиво. Подходишь, он просто сквозь него раз, пролетает. Сейчас то же самое. Хотя даже без добивания. Просто так. В обычном бою. Так, где же вы ходите? Чтоб сейчас опять со спины не напали сбоку. Глаз да глаз нужно. Надо постоянно по сторонам смотреть. А здесь, как всегда, ни черта не вижу. Ничего не вижу. Ну, конечно, есть обнаружение жизни. Можно с ним ходить часто. Кстати, а он у меня, по-моему, даже здесь стоит. Вот так вот. Так, давайте посмотрим. Может быть, действительно имеется. Шепота ура, да. Я думаю, можно кричать. Буду как охотник. Да, имеются у нас за стеночкой. Не, ну в целом тогда нормально. Здесь тогда безопасно. И вон там еще парочка ходит уже. Можно к ним наведаться. Эх, часто кричать нельзя, к сожалению. А действует мало. Я не помню, у меня есть еще слова из этого крика. Если есть, надо обязательно прокачать. Хотя, наверное, если бы я их где-то находил, я бы уже бы сразу открыл. Потому что я в курсе, что навык очень нужный. Точнее, не навык, а крик. И именно потому он у меня стоит на быстром слоте. Я уже рассчитывал на него, знал, что буду пользоваться. Вот в темных локациях, в помещениях, либо в таких, знаете, лабиринтах. Когда врагов вроде бы слышишь, либо видишь на мини-карте, но не понимаешь, где он стоит. В самый раз. Так, тупиковая локация, хорошо. Нам, значит, туда, куда течет вода. Куда там настекает. На тебе что есть? Отлично. Сейчас, наверное, еще дойдем до их фермы, так называемой. Где будет куча корусов. А может быть, это самое начало. Нет, не начало. Так как тут живые люди. Точнее, фаумеры. Там, где я был, там уже дорога из трупов сплошная. Все? Хорошо. Открой свои тайны, пещера. Ого. Сверху сколько их там много. И, кстати, я сейчас к ним пойду. Сверху очень много. Ну-ка, давайте глянем все-таки. Мне что-то, знаете, терзает. Какое-то сомнение, что вдруг у меня есть еще крики. Неоткрытые. А, так у него вообще нету, оказывается. Надо просто подольше, может, зажимать. Я, по-моему, просто один раз нажимаю, и все. Надо, наверное, все-таки попытаться по-полному крикнуть его. Может, подольше будет. Ну-ка. Да, кстати. Все, тогда другое дело. Я помню, что мне что-то попадалось вроде. Крик какой-то. Ну, то есть второе слово. Я помню, что я еще прям сделал акцент на этом. Что? О, хорошо как. Давайте сразу откроем. Что за лабиринты? Я не сюда ли пришел, откуда вышел? Не, по-моему, другое место. Да, здесь я не был. Заблудиться можно, слышите. Я уже заблудил. Или я только что здесь был. Не, мне назад надо. А, вот как я обошел, оказывается. Я вот так вот зашел, наверное, и здесь же вышел. Или наоборот, вот сюда зашел. И как-то вот здесь вышел. Ох уж эти петли. В самом начале подобная петля была. Помните, когда у меня ощущение было, что я где-то там какое-то ответвление пропустил? То же самое, фактически. Так, мне сейчас... А, ну, либо сюда, либо просто прямо. Ну, лучше прямо, наверное. Так, не, не прямо. Вот здесь как пройти? Либо это вообще спрыгнуть только с высоты. Ну, ладно, единственный проход здесь только. Карта тоже какая-то неточная. Особо не определишь. Ага, вон они уже торчат. Так, сползающие твари здесь уже вижу. На них вот загони. Хотя загон-то открытый. Вот это плохо. Сейчас могут полуползать всей своей кучей. Кстати, они это и хотят уже сделать. Сейчас начнет в меня плеваться. А яд у них очень-очень сильный. Лучше их убивать раньше того, как они вообще сообразят, что происходит. А у тех детенышей охотников, детеныши, охотники, вот эти летающие, короче, твари, я от них уже даже умудрялся умирать. Тоже под ней самую сильную здесь. Да, не приблизится она в этом загоне. О, идеально. Заметил. Началось. Смотрите, сколько я у него здоровья всего лишь снимаю. Вообще плевать абсолютно. Возможно, меня еще и фаумер видит. Звук бы у этого. Оружие холодного. Либо стрела, либо еще что-то. Либо кинжал. О, вон она. Есть. Сейчас хорошо было. Отлично зарядил. Наверное, заметил он тот. По-моему, даже охотник этот ничего не подразумевал. Откуда там стрелы к нему прилетают? А этот сверху стоит наблюдатель. Да, в последний момент. Вот надо лететь. Не раньше, не позже. Ну что за насекомое такое. Противное. Наконец-то. Столько стрел трачу. Ну хотя бы, хоть железные. Не так жаль. Ну что, шесть штучек зато вернули. Пойдемте дальше изучать. Ухо. Сердце. Кошмар вообще. Счастье тела можно таскать с собой. Обвешаться на ниточку, как трофеи. В виде амулетов, символов охоты. Так еще дальше можно. Ну вот адепт. А ключ до сих пор таки не пригодился. Может быть из выхода из этих шахтан в конце нужен будет. Хотя вряд ли тоже. Смотрите, древняя броня опять. Древние ботинки. По-моему, точно такие же у меня лежат. У меня же ботинки вроде бы древние. Я же ничего не путаю, да? Точно. Ладно, тогда пускай лежат. Оставим. Две пары одинаковых. Мне не к чему. Кстати, перевод вот этот я зашел на тот сайт, который вы писали в комментариях. Но там нету перевода этого. Вот именно этого моды там нету. Там есть разные всякие, да. Русскоязычные моды. Вот именно босмирская броня. Не нашел. Там из брони множество, множество, огромное количество всяких разных их. Не знаю, может быть я не так искал, но если это действительно так, можете прямую ссылку прям на эту страничку кинуть. Вот тогда это, я уж точно не ошибусь и лучше это делать там, конечно, наверное, не знаю, в группе ВКонтакте, наверное. Хотя, с другой стороны, черт его знает, так как ссылка на внешний источник, тем более, с таким, знаете, пиратским контентом, я бы сказал, у нас правилами группы не рекомендуется. Ну, вообще даже не то, что не рекомендуется, запрещено подобное выкладывать, но это, знаете, наверное, не так опасно и не так страшно. Так что можете в группе ВКонтакте, если вам удобнее там именно, а так можете, конечно, в комментариях здесь. Просто ссылки, почему говорю про группу, то что здесь они автоматически добавляются в спам, а в спаме там столько, вообще всех, и я могу там просто проглядеть ее. Надо туда заходить периодически и среди кучи реального спама находить, ну, просто которые туда попали нечаянно. Ну, опять темы у нас отвлеченные пошли, а тем временем мы возвращаемся на какую-то, ну, в какую-то пещеру уже перекресток. Так, смотрите, да, тройной уровень пещеры. Изначально это все начиналось вообще с какой-то мизерной, я думал, там будет парочка медведей, ну, и дневник-охотник. А тут, смотрите, до чего это все дошло. Девимерские механизмы, фаумеры и несколько локаций, посвященных им. Ох, он меня, по-моему, заметил, почувствовал, что я здесь, прям побежал, видно, как ускорился. Так, стрелы взяли, лечение вот тут, полезно очень. Заберем, конечно же. Странное местечко. И оттуда, наверное, можно вообще бахнуться. Открухнуть. Где-нибудь там сверху, наверное. А вот и охотники. Над своими костями стоит. А я их взял, разбросал. Ага, потертый дневник, часть 1. Так. Еще один сон произвержения Красной горы. Народ разбегается от падающих с неба горящих валунов, падающих, каждый из которых размером с Кантон. По-прежнему перед глазами протянутая рука моего брата, пытавшегося добраться до сил Страйдера и угодившего прямо в кипящие воды. Камни обрушились не только на Варденфелл, но и на весь Морровинд. Почему-то Варденфелл написан, вроде бы я знал. Хотя да, правильно пишется. Так, работы не найти. И никакой урожай не взойдет под теплом. Пытаемся перебраться в Скайрим. Ну, это так, обрывки, в общем, кто не понял, почему я так читал. Это все, как знаете, обрывками написано, то есть там, наверное, потертый, он даже называется, да, потертый дневник. Я надеюсь, его взять, ну, то есть, брать не нужно, там, по-моему, показать. А тут часто бывает такое квест. Ну-ка, что-то у нас тут за растяжка, что он тут делает. Ага, понятно. Отлично. А вот еще. Привет, душа. Они тут, короче, все умерли, умерли еще все со стрелами, с копьями. Так, это часть 3, а там часть мы 1 читали. Ну, давайте возьмем. Потом почитать будем. Надо часть 2 найти сперва, наверное, думаю. Ну, чтобы по этой истории, знаете, как бы не нарушать порядок. Так, отсюда я пришел, здесь растяжку, значит, наверное, здесь дневничок второй. Битва у Красной Горы. Ну, так большая княженция, конечно. Локация, походу, со своей историей, смотрю. И очень даже такой серьезной. А, что-то я... Вы же писали, по-моему, это, наверное, здесь. Или где я там должен был найти какое-то оружие, с которым ходил на реварен сам. Или не оружие, а какой-то там скребок, или что-то такое. Да-да-да, точно что-то было. Скорее всего, это все есть к этому относящаяся. Тут столько навыков повысить можно было бы. Если бы я это все не читал, конечно, уже. Надежда Рыдарана даже. Ну, наконец-то. Так, ну, ради чего это все было? Слышишь, это один золотой, что ли, и все? Спрашивается, зачем? Так, призванный Дайдеров вплоть до 12 уровня. Ну, это неинтересная вещь. Давайте из-за грунта хотя бы заберем, чтобы не так обидно было. И все-таки где дневник? Часть вторая. Так, давайте смотреть. Часть третья, ладно, давайте. Какие-то звуки в темноте, каждый звучит громче обычного, и всхлипывание мешают спать. У Мадрес от голода начались галлюцинации. Говорит, что видела белого эльфа, украдкой, следящего за нами из темных углов туннеля. Когда-то был боевым магом, и пытался их отогнать. Привело к обвалу, благодаря чему некоторые спаслись, но мы остались заперты с этими тварями, и теперь держат нас в плену. Оставил надежду на спасение. Ну, это понятно, про кого пропал, умеров речь или... Зажали их. Держали, мучили. Ох, горло сегодня особо першит. Не могу прям... Ну, собственно, вчера даже, наверное, заметили, вышло всего две серии вместо трёх. По этой причине, что-то у меня горло начинает хандрить, и это очень печально на самом деле. Так, а я заблудился, откуда мы припёрлись? Ну-ка. Вот тут я не был. Здоровый какой-то. Либо это, так знаете, свет сзади придавал ему такого, знаете, он как символ, как будто бы этот тролль сидит, а не фаумер. Настолько здоровым показался, огромным. Так ещё и сзади. Смотрите, как у них тут всё хорошо, правильно устроено. То есть ты проходишь, ничего не подозреваешь, а он проходит и сзади тебе глотку перерезает. Очень продуманно. У-у-у, так тут ещё и на мастере. Не, на мастера-то я точно не вскрою. Ну, давайте посмотрим. А, ищет меня, что ли. Чувствует, что здесь кто-то есть. А где, понятнее может. При смерти. Есть. Теперь ещё кто-то знает, что я здесь. Это тот оставшийся. Может быть, прям тут? Нет, не тут. Ну, давайте чуть-чуть крутану, если не получится, то бог с ним. Да, всё, пускай будет. Не хочу сейчас возиться с этим сундуком. Опять из-за каких-нибудь там 30-40 золотых. Какой-нибудь рубина. Я на них столько же могу насобирать, если захочу. Он стоит абсолютно. Там в основном топоры лежат, всякие мечи уровневые. Ну, и бонитовый лук тоже с каким-нибудь там заклинанием. Изгнание в обливион или ещё чего-нибудь. Но я-то сейчас хожу с босс мирским нашим родным луком. Который очень красиво выглядит. И плюс мне его надо будет потом зачаровать. Хотя, собственно, поэтому мне в этих сундуках делать нечего. Там оружие до золота. Ну, и оружие в основном стандартное всякое. Просто со свойствами. Всё? Это тупик, что ли, здесь? Зачем я сюда шёл тогда? Непонятно. К этой зеле стояли, наверное, отрава сплошная. Их кроме отравы, по-моему, вообще ничего с собой не бывает. Вот как бы сундук... О, этот сундук, говорю. Дневник найти здесь. Вот в этой груди костей явно есть где-то, наверное, его дневничок. Ещё один. Как раз первая часть, наверное. Предки Данвера, испорченная книга, биография Барынзи. И тут столько всего. Тайна какая-то. 55. Стоит аж. Надежда Редорана. Тоже такая маленькая княженция. Прям. Это, наверное, ещё из Муровинда, перекочевавший. Литературка такая. Старенькая, наверное. Так, я пришёл либо оттуда. Либо отсюда. Не, отсюда мне надо идти. А, здесь стоял этот. Я пришёл вон сзади. Ну и всё. Получается, это тупик. Что мне теперь обратно столько идти? И думаю, вряд ли. Здесь где-то должен быть какой-то проход, наверное. Скрытый тайный, может быть. В чём тогда предназначение пещеры? Ну, мы прочли два дневника. Мы узнали, что они здесь все погибли. Здесь что-то хранится. Здесь что-то должно быть. Может, я здесь что-нибудь проглядел? Надо ещё раз заглянуть на карту. Да, точно какой-то проход имеется. Вот же они внимательные. Вообще невнимательные. Ну, дело в том, что даже не то, что невнимательные, я уже проблему стемнению, контраста в Special Edition уже затрагивал. Есть такие тёмные локации, что просто вообще вот чернота. Вот здесь, допустим, просто чёрный экран. Я сейчас смотрю и всё. Ничего не вижу. И бывает в таких местах прям находятся какие-нибудь вот такие вот ворота. Я думал, это вообще когда хижина. Потому что за ней там темно. Ни чёрта не понятно. Ладно. Самое важное, что я нашёл. Хотя бы. И самое главное, что он вообще здесь имеется. Не заставили нас сейчас идти назад. Там столько. Ничего себе там путь мы проделали. Было бы обидно. А вот и последняя душа, наверное. Первый дневник. Зовёт меня. Да-да-да, я здесь. Часть вторая, слушайте. Мы же уже читали. Не понял. Хотя нет. А, наоборот, мы прочли первую, третью. Да, точно. Это, наверное, вторая как раз. Карта, за которую мы отдали за стеклянный кинжал, оказалась фальшивка. Мы не можем найти перевал, отмеченный в горах. Надо было идти в рифт. Укрылись от бури в руинах. Наступил на скрытый рычаг. И нас заперло внутри. Гилдрин сказал, что слышал о гномих дорогах, проходящих под горами. Надо попробовать. Угу. Вот они, гноми дороги вам. Пожалуйста. Знал я одних таких тоже приключенцев. Были наслышаны о гномих проходах под горой. Моро в этопе называется. Чуть жизнь там не оставили. Ну, один оставил фактически. Ну, это немного в другой вселенной бывало. У-у-у. Есть. Такие вообще глаза дыносятся здесь. Чё-то крадёшься. Я уже чувствую тебя. Сзади подкрадывается. Кстати, вот сильный яд, это хорошая вещь. Вот его можно брать, в принципе. Всё остальное. Так вот, есть у них слабая трава. Я вообще не понимаю предназначения. Я лук, по-моему, взял. Даёт там минус один, да? Спрашивается, ну зачем она нужна? Так, я не понимаю. Стрела, стрела. Я, по-моему, только что какой-то взял. Так, это вальд. Только что взял вроде какой-то лук, либо, как оказалось, звук вроде такой был, знаете, когда оружие берёшь, именно. Такой тук. С деревянным, с таким звуком. Так, если мы пришли снизу, тогда здесь чё? И... И всё? А дальше куда? А, во-во, проходы пошли. Хорошо. Слишком запутанная пещера. Она многоуровневая. Она прям такая вообще мудрёная вся. Влево, вправо, в обратную сторону. С разворотами тут. Ну, это очень круто. Согласитесь, какой масштаб? Под землёй вот такие вот пространства, в которых живут вот такие вот гады. Ого. Всё в этом тумане. Эти у меня уже встречают, ждут. Интересно, как они меня не слышат? Так вроде громко. Ору. О-о-о, да там целая банда. Там целая компания. О-о-о, да там целая банда. Ты сразу заметил. О-о-о, да там целая банда. О-о-о, да там целая банда. Нечаянно под воду упал ещё. Этого ещё не хватало. Сейчас током будет выносить меня. Хорошо я его сейчас ранил. Вот сейчас нормально было. Надо сохраниться, пока они вроде меня потеряли. Да, короче, в летающего я не буду стрелять. Он надоел. Не попадёшь вообще. Раздражает прям. Только резко траекторию меняет. Криво летает как-то. Не плавно, а знаете, как будто бы на каких-то рельсах двигается. Поломанных причём. О-о-о, опять взял, восстановился прям перед стрелой. Короче. Надоело. Я сейчас прям к нему подойду. О-о-о, заметил? Ну, давай биться. О-о-о, судя по звукам, кто-то прям меня уже здесь заметил. И чем-то уже начинает травить. Да чё меня сносит? Ого, как сносит-то вообще. Е-е-е-е-е, против течения. Да давай, давай, плыви. Ух ты, жёстко тут сносит. Будь не даёт. Ты меня раздражаешь. Насекомых терпеть не могу. Вот таких вот тупорылых ещё больше ненавижу. Умри. Умри, говорю. Ну, хоть стрелы железные и то. Радует, знаете, не так жалко. Как отсюда выбираться? Фу. Вот так встреча, да? Неожиданно. Ты-то откуда вылез? Мастер теней. О-о-о, ох-ох-ох-ох. Вы видели, как они меня начали выносить-то, когда мы рядышком все. Вот поэтому я говорю, что мне надо держаться скрытности и тени. Короче, страха, чтобы от меня отбежали подальше. Мне они не нужны рядышком. Ну, давайте попробуем белый флакон. Что он у себя стоит? Ну-ка. Что он представляет точнее? Ну, почти все жизни. Вообще много даёт много. Хорошая вещь. Наилучше жалко тратить. Не думаю, что сейчас есть смысл в этом. Ладно, давайте. А, у меня уже яд нанесён. Но благо я сохранился рядышком. Смотрите, что происходит. Сблизи вообще нельзя к ним. Вообще ни на шаг, чтобы не подходили ко мне. Так, сильный яд, значит. Сильная трава. Угу. Отлично. Главное сейчас не запоганить. А попасть чётко. Надо вон того вынести. Вот он остановился опять в последнюю секунду. И здесь я за что-то застреваю. Вы посмотрите. Меня это раздражает вообще. Да что происходит? Двигайся, говорю. Он вообще не двигается. Он еле-еле ползёт. В прошлый раз я нормально здесь ходил. Чё это было? Ладно. А лук тоже то достанет, то спрячет. Надо из воды уходить. Я вот в неё попал нечаянно. И всё. Вот это... Это самое печальное, что я мог сделать. Этот хоть застрял, и то радует. А этот сблизи бьёт. Подлетает и жалит как оса. Чем они плохи, они сразу улетать начинают. Подлые. Трусы. Иди отсюда. Фу. А током-то кто бьёт? Я же убил тут всех электрических уже давно. А, вон он стоит. У-у-у-у, фаумеры. Ой-ой-ой, ещё и с лучниками. Я же, по-моему, сохранился гораздо позже. По-моему, я всех уже тут почти всех вынес, когда я сохранился-то. А может нет, может наоборот. Сохранился, наверное, когда спрятался просто. Есть. Фух, постелил. Ещё одного тоже, можно сказать, сейчас вырубил. Нет, ещё смотрите, он живёт и жрёт. Выходить опасно. Это ты? И опять пятится. Ублюдина. Спрячемся от него. Надо с этим насекомым разобраться. Пока он чувствует, что я здесь и не летаю, а стоит. Фух. Слушайте, я опять здесь застреваю. Там какое-то место, короче, неудачное. Там проходить нельзя, я так понял. Там, наверное, на дне камни. И мы в них упираемся как-то или что. Длинноногий. Кузнечик. Фух. Это самый жёсткий среди них. На благо мы его вынесли. Перед окно это тоже не менее такой приятный. Когда я в темноте, я опасен. Хвати, когда опасно. Это ещё жище. Ух, ты меня напугал, урод. Пошёл отсюда, говорю, вон. Как это было неожиданно. Я вздрогнул, вспрыгнул Со спины Ну да, сейчас было очень опасно Смотрите, это Это не шуточки, вот сейчас действительно Я испытал Мощь, потому что ближний бой Это во-первых Во-вторых, маг, очень сильный маг В-третьих, непопадаемые Насекомые, кучи, которых Не попасть вообще, они летают Как не знаю кто Ну и плюс еще Последний пункт, какой там уже, не помню Это что на мне броня Совершенно другая теперь Скрытность хуже Стрелковая, бонус к стрелковому пропал Да вообще почти все бонусы пропали Не почти, а вообще все Потому что вообще она без бонусов Абсолютно она чистейшая Зато красивая И новая Необычная Так тут еще один Живой, по-моему А не, это он так на растопашку Встал Нелепо Да, сложный отрезок Прошли, надо сохраниться Думаю Двигаться дальше Ну, если смотреть на этот значок Что-то мне подсказывает Что здесь, походу, уже и конец Этой пещеры Мы, наверное, сейчас Спрыгнем где-нибудь прям К месту, где мы зашли Скорее всего, да Это тот самый водопад Который сразу в глаза там бросался Ну, лети давай уже Ну Ой, как это идиотка Не, ну вы видели Он за все подряд зацепился А в итоге вообще убился Если с разбега попробовать Как это нелепо сейчас было Я сегодня вообще за все застреваю Заметил так Цепляюсь Может быть не стоило здесь прыгать А может вот так пройти по-человечески Может специально это для идиотов Как я сделали Чтобы не сигали Думая, что А, вот он, быстрый спуск Ну, точно, смотрите Ну, ладно Спасибо разработчикам Хотя, если бы я сохранился Где-нибудь в начале Я прям спасибо не сказал Вообще Да, это что у нас тут О, да И опять к этим охотникам вышли Ну, смотрите Большая-большая история Очень большая история Мы еще узнали Плюс Мало того Про тех охотников Чем они закончили Плюс Узнали Как бы Что именно здесь Были все те самые действия Про Которые были Битва у Красной горы То есть Как-то Ну Они связаны Надо будет эту книжку прочесть Но это Естественно Надо делать на паузе Потому что Литературы слишком много Ну и любители Слушать мое чтение С запинками Потому что шрифт здесь ужасный Если бы хоть Ариалом был обычным Таким Либо Тахома Я бы читал Ну более кто-то так уверен А тут сидишь Мало того Сложный шрифт Плюс еще слова Честно встречаются Незнакомые То есть Нельзя из памяти Просто знаете Его выдернуть Да И произнести быстро Надо в него Всматриваться Вчитываться И получается Такие запиночки Ну в общем Это все Не так важно Но на сегодня Давайте закончим С вами серию Ну и продвигаться Дальше По миру Скайрим Будем В следующей серии Спасибо за просмотр Надеюсь вам понравилось Это видео Если же так Можете меня поддержать Поставив палец вверх Можете также написать Какой-нибудь комментарий И подпишитесь на канал А также вступайте в группу Вконтакте Если вы еще этого не сделали А с вами был Дэнни Марс И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok